Здравствуйте дорогие друзья! Все пренепременно! Я сейчас хочу немного вас проинформировать о том, какие же сейчас цены, насколько они поднимаются в связи с последними событиями. И пройдусь сейчас с вами тут по горшочкам, по ценникам, и потому что, в общем-то, есть в наличии сейчас в питомнике. Это что? Это спирейка. Так, вот это что с красным листом? Фрейзера, фрейзера, не знаю, ред, потиния, что это такое, я не знаю. Мне сказали, что это за красный лист, это типа кустарника живой изгороди, который вырастает аж до двух метров, стригут как самшит, в общем, в принципе, неплохая штучка. Ой, что это у нас такое? Какая прелесть! Малюточки! Еще заодно хочу посмотреть рододендроны, но мне уже сказали, предупредили, что цена будет другая. Это еще прошлый завоз. Так, это что у меня такое? Ха-ха, у меня, говорю, сосна, грин какая-то, золотая сосна, в общем. А, вот она, карстен, грин карстен. Что тут с ценой? 4 500. Ну, вы понимаете, что это все будет дороже, да? Так, вот штамповые ивы, вот хакура на шейке, 2000. Я два года, три года назад брала по 1000 здесь. Так, это ива, это не козья ива, друзья мои, ну, тоже по 2000 все это подорожало. Похоже на козью. Ну, штампики эти повыше, вообще-то, я брала, у меня низкий штамп, у меня он метра, здесь почти два, вот так полтора. Ну, такие цены, значит, 2000 еще есть. Так, ну, эти хвойники, понятное дело, это дорогие будут уже. Вот это какая красивая елка. А это что? 11 300 пихта. Корейская, что ли? Ну, красивая, ребят, смотрите, какая хвойка. Здорово. А вон там еще штамповые, штамповые. Там вообще цена, наверное, будет забубенная. А ну, посмотрим, вон кустарники я вижу какие-то. Давайте пройдем. Ну, большие, видите, они всегда большие были. О, штамповая, смотрите, калинка штамповая. А ну-ка, это, наверное, постарайся, не видно. Не видно, по какой цене, ну, вы видите, да, интересно. Здесь она вот в куче вот таких штампов тоже. Так, это у них самый уголок, дальний такой, для работников, наверное. Сейчас посмотрим кустарнички. Так, это что у нас с красным стволом? Ага, так. Где тут по-русски-то прочитать? Не знаю, как это по-русски. Пальма какая-то. Ну, интересно. Смотрите, очень красивый красный ствол. Ну, цена, я уже не буду говорить цену. Я думаю, это так любопытство, что у нас есть сейчас. Это, наверное, падуп астролистный. Вот желтым цветет, кстати. Ой, как он пахнет, ребята. Вот что-то на мимозу похоже. Так, вот это вот тоже, смотрите, новые побеги. Это разновидность самшита, что ли. Не вижу я тут названий никаких. Но видно, что здесь они болеют. Вот они в стороне тут стоят. Так, вот с красным стволом. Клен. 5500. Ребят, клен вот этот вот астролистный. Канадский, или как его называют. Вот это, представляете, это маленькое деревце. Вот это вот, 5500. Ну, а это вот с таким мелким листом тоже. Клен 6200. Вот это мне непонятно. С такими крупными почками. Сирень. Сирень. 3500. Такая вот сиренька. Ну, ничего, видно, культурная. Смотрите, штамбовая. Смотрите, какой ствол, ребят. Вот эта цена, наверное, будет просто невероятная. Это я тут в самом уголочке. Как бы мне пройти до тех вот кустов. Я, честно говоря, хочу Азалию посмотреть еще. Сейчас пройду. Пошла овсяницу. Мне интересно цена. Вот сейчас там женщина ходит, меняет ценники. 500 рублей. Вот такой вот кустик. Видите? Довольно уже взросленький кустик. Тут даже рассадить можно. Если очень осторожно. И вот еще, что меня тут завлекло. Бересклет. Лист очень красивый. Очень красивый. 400 рублей. Вот такой горшочек. А это я вижу, что это уже барбарис. Он даже с ягодками. Очень узнаваемый, колючий барбарисик. Ну, честно, он у меня был. Но очень быстро разрастается. 500 рублей. Ну, я бы сказала, что такой цены не стоит. Может, он черенкуется слабенько. Но очень быстро разрастается. И уход за ним сложноватый. Ну, хотя декоративно смотрится тоже на любителя. Но я после того, как он у меня пожил, я решила его не сажать больше. Так, вот такие вот. Что это у нас? Понятное дело, что хвойнички. 350 рублей. А видите, да, что это вот, видимо, что-то черенкованное какие-то. Ну, уже с корнем. Так просто не вырвешь. Очень тоже красиво смотрится. Ярко так, солнечно. Вот разницу посмотреть. Так, этот называется кипарисовик, да? И вон. И вон, или как он называется. А это... Сейчас развернем. Я не вижу. Нету еще у нас стикетки. Мне еще не написали, что это. Вот. Но хвойников тут очень много. Таких мелких травок, как я хотела посмотреть. Я хотела мшанку. Мшанку. Она у меня, конечно же, есть. Так, вот это тоже что-то золотое. Туя. Салян. Не знаю. Не знаю, какая-то Селанд. Селанд. Это тоже какой-то можжевельник. Голден 350. Это туйка тоже 350. Такие маленькие. Совсем недавно я покупала метровые в диаметре. Где-то сантиметров 70 метр. Они стоили 650 или 550. Но сейчас цены, конечно же, мама не горюй. Вот это вот такой кустик. Что это у нас такое? Такой очень нарядный. Смотрите, прям жгучий, желтый. Очень красивый. Как это называется? Туя. 950 рублей. Вот такой горшок. Это 10 литров, я вижу. Посмотрите, какой красивый. Так, смотрим дальше. Что у нас там с этикеточками? Сейчас пройдем. А, голубика. Я уже вижу. Это голубика. Сколько она стоит в этом году? Я ее брала здесь по 450. 1260. Вот, пожалуйста, ребят. Видите, как это вот новые ценнички. Сейчас женщина-работница увешала. Так, гортензия. Кому интересно ванила? Ванила фрайс. 1800. Здесь где-то 7-литровый горшок. Вот такие кусты. Вот если вы видите, да. Вот моя рука. 7 литров. Ванила фрайс. 1800. Да. Была по 500, по 600 рублей. 350, помню, 2 года назад была. В том году 600 рублей. Вот новые цены, ребята. Так, все-таки пройдем туда, где я брала рододендроны. Вот здесь обычно рододендроны были. Азалии. Сейчас их не вижу. Смотрите, какое кашпо. Смотрите, какое чудесное кашпо. А ведь я могу сделать такое сама, ребят. Посмотрите, сюда бы розу посадить. Фу-ху-ху, как раз вот там на угол у меня. Здорово. Легкий. Ну-ка, сгибся он. Ребят, бетон. Бетон. С бетона можно сделать. Кому нужен такой дядечка с бетоном? По многочисленным просьбам покажу, как это делается. Такие штамбовые деревца. Ну, они, конечно же, в цене. Они всегда были дорогие. Давайте посмотрим. Здесь новые висят ценнички. 8500. Котальпа. Котальпа. Три метра высота. 8500. Так. Туйки. В общем, сейчас пока еще особого завоза нового не было. То есть то, что пользуется спросом. Туи. Все такое. Кустарники. Штамбовые деревья. Вот это оно всегда здесь есть. Вот видите, перезимовало. Пузыреплодник 450 рублей. Здесь, наверное, литров 12-13, наверное. Ну, уже хорошие такие кусты. Метр полтора. Не 450 рублей. Ребят, сейчас один горшок такой стоит 300 рублей. 300 рублей такой стоит горшок. Вот 13-15 литров. Дерен. Дерен белый. Вот с красными побегами. Тоже 450 рублей. Так, вот это все еще пузыреплодник. Ну, это вообще большой горшок. Слушайте, я бы взяла. Но мне его посадить некуда. Так, а вот такие кустики, высаженные вдоль питомника перед оградой. Вот я хотела посмотреть, что это такое. Вот такие вот листья. Видно, да, что они покусанные, все поеденные. Но, тем не менее, они здоровые. Что же это такое, друзья? Ну, сейчас мы тут и посмотрим. 1300 стоит. Это лавровишня. Точно. Свести не цветет. Стрижется, как самшит. Кустарник ограда. Лавровишня. Если лавровый лист пахнет лавровым листом, то лавровишня, она пахнет немножечко вишней. Я такие деревья видела. Не деревья, а кусты, ограды. Живые заборщики. Я такие видела на Черном море. И они абсолютно... Я сейчас не буду ломать листик, но они абсолютно не пахнут вишней. Так вот эти завязанные, это значит купленные. Отмеченные. Но что это такое? Это не лавровишня. Я не знаю, что здесь не написано. Но что-то... Это, наверное, азалия. Азалия, да? Фух, друзья, похолодало. Небо так затянуло. Тучи затянули, небо. Так, я только что с питомника, как вы поняли. В общем, ну, это такой один из наших питомников, которые закупают, перепродают, они не выращивают. В общем, цены, которые я вам сейчас показывала. Мне вот мужчина сказал, новые этикетки вы видели. Если новые, то новые. А то, что в горшках, он сказал, что эти цены уже не актуальны. Сейчас они поймут, что там, как устаканится с долларом. И будет, значит, как бы вешать новые ценники. Естественно, это будет дороже. В общем, он говорит, что из Польши так же везут, из Голландии так же везут. То есть, как бы санкции введены. Но именно на такие товары все это идет поставка. Понятное дело, что сейчас не до конца это все проверено. А я сейчас поехала в другой питомник, поеду, посмотрю, что там. Все-таки уже какой-то завоз должен быть. Я не все показала. Вот я сейчас смотрю из окна машины, что вот здесь по краю гораздо все интереснее. Ну, не дали мне походить. Не люблю, когда за мной по пятам ходят. Здесь я ценников еще не вижу. Здесь не поменяли. А так на всяких елочках вот здесь вот уборка у них идет. Видите? Здесь уже поменяли. Пиндула 2,300. Сосна густоцветковая. Пиндула 2,300. Ну, она маленькая очень, конечно же. Для такого саженца, конечно, это дорого. Да. 7,200 вот такой штамбик. Ну, я бы сказала, это недорого. Потому что я вижу, да. Очень-очень он. Какие тут прививки у него. Как тут прививаются. Все еще не почищено. Не видно, какие прививки. Вот. Пиндулочка. 2,300 тоже. Здесь поменяли, что это у нас. Клен веерный. 1,300. Ну, вот маленький. Так. Это что? 3,900. Ну, короче, 4,000. Чиель обыкновенная Круента. Ну, маленькая. Сколько она? Ну, 50 сантиметров от силы. Вот это вот что? Томпа. Томпа. Не знаю, только название, что ли. 2,300. Сосно-черная. Здесь сосно-гибкая глаука. Ну, это, да, она такая. Мягкие очень такие иголочки у нее. А вот это вот прелесть. Вот это. Вот это прелесть. Вот это. Смотрите, прелесть. Люблю такие. Цены не вижу. Вот такая вот она на штамбике. Низком. Так. Вот масенький-масенький саженец. Смотрите, какой маленький саженец. Это старый ценник. Нет, новый. 2,300. Вот это 2,300, ребят. 2,300. Слушайте, девочки, учимся черенковать. Ну, его нафиг. Да ну, такие цены. Гляньте, какая хвоя огромная. Видите, что это такое? 3,500. Сосна Джеффри Йоппи. Это Йоппи, блин. 350. Ой, 3,500. Видите, да? Ну, понятное дело, что ценники повышаются. Вот здесь еще поменяли. Нет. Падуб. Падуб Грин. Хедж. 1170. Кедр Гималайский. Голден Горизонт. Вот так вот он выглядит. Плакучий такой. 3,200. 3,200. Ну, понятно, да? Вон, посмотрите, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Смотрите, какие у него загогулинки. Посмотрите. Посмотрите. Что это такое? Ой, по-русски надо читать. Ценник еще не меняли. 5,800. А что это? Лещина обыкновенная. Red Majestic. Красивый что? Красивый. Как что-то такое прям. И вот это большой, а есть меньшие. Ну, тот же горшок, значит, цена та же. 5,800, пожалуйста. Он какой-то красивенький, смотрите. В 10-литровом горшке. Вот так вот он растет красным листом, если кому-то нравится красный лист. Я люблю зеленый. Ой, что-то тут наступило на кого-то. Так, ну вот, 7,200. Вот это у нас, как называется, можжевельник прибрежный Blue Pacific. Вот он, Blue Pacific. Blue не Blue, но вот эти вот рядом это Blue. А вот эти рядом Blue, 1980, это ель колючая. Вот она, ель колючая. Ну, ель обыкновенная, ель колючая. И вот это тоже что-то такое голубое, красивое. Тоже новые ценники. 2,900. Сосна мелкоцветковая. Мы же ее уже смотрели. Да, вот это вот сосеночка 2,900. Сосна мелкоцветковая. Тоже что ли? Интересно, но я же вижу, что хвоя даже разная. 3,200. Сосна веймутова. Так, на вот эту вот, на вот, гляньте, шишечка. На вот эту ценник неправильно присобачили. Нет, может и правильно. Ой, смотрите, вот какое красивое. Что это у нас? Ель колючая, лаки страй. 3,200. Вот такое вот красивое растение. Здесь идет у них уборка. Переставляют, вешают ценники. Так. Ну, пройдемся здесь розы. Наши розы любимые. Хотите шок? Розариум Ютерсон. В 10, даже 13 литровом горшке. Ну, сколько он тут? Не считая горшка, метр будет. Стоит это все. Никто еще не сказал, сколько. Нет, вот ценник новый. 2,400, друзья. 2,400. 2,400. Ой, крон принцесса Маргарет. Она, конечно, 2 метра. Что тут? Нахема. Ребят, Нахема. Такая же метровая. Метр 10, 2,400. Так. Роза Дэвида Остина. Цена та же. На горшки такая же цена. Но сейчас обойду. Тут шумно немножко, я извиняюсь. О! Магнолия. Магнолия. 2,100 Магнолия. А такая магнолия. 1680 Магнолия. Роза Орликин. 2,400. Ну, метра два. Метра два она. Вот уже тоже почки выпустила. Так. Что у нас здесь еще есть? Просто написано плетистая роза. Ну, Мэйланд. Мэйланд. Ну, цены такие же. Так. Вот это. Розочки. Ну, в общем, вы понимаете, да, цена какая? Дон-Жуан. Амадеус. 2,400. Друзья, 2 метра, 3 метра. Ну, вот это вот Дон-Жуан он вымахал. Смотрите. Вон его побег аж куда идет. 3 метра с лишним будет. Вот это колокольчик персиколистный. Обычно голубой колокольчик. 200 рублей. Здесь можно разделить, видно. Так. Это 240 рублей тысячелистник. Обыкновенные флауэр баст. Red shades. Это такая вот черная трава. Смотрите. Афиапон ниггер. 350 рублей. Ну, тоже можно разделить, сколько здесь. 350 рублей, да. Друзья, мы увидели цены, которые в этом питомнике. Еще особого завоза не было. Нового. Ребята говорят, что еще не знают, откуда у них будут поставки. Потому что вряд ли они будут за границей это заказывать. Еще забыла вам сказать такой момент, что рододендронов я не увидела. И спросила хозяина, будет ли в этом году поставка рододендронов. Он говорит, да, будет. Афиапон прозвонил, узнал цены, будут ли повышать или нет. Это будет март-апрель, когда привезут рододендроны. Гортензии метельчатые. Немного будет крупнолистных. То цена будет поднята, но ненамного. То есть, если взрослый, ну как взрослый, вот кусты, которые вы у меня видели, рододендрона, если кто смотрел, будем считать, что он уже взрослый. Ну вот чуть меньше, чем этот размер. Он будет стоить 3000. В прошлом году он стоил 3500 такой рододендрон. И он сказал, что 3000 будет держаться цена. Говорит, что он надеется, что не больше. И как-то сориентироваться. Потому что закупка у них была за границей. И рассчитывались хозяева питомников в евро. Да, товар этот еще остался с прошлого года. И я говорю, ну а как же по цене, разве вы не продадите? Если я сейчас захочу купить, вы мне не продадите по той цене, которая сейчас указана, где ценник, допустим, не успели поменять. А вам, говорит, просто никто не продаст, потому что, говорит, мне нужно поднять цену для того, чтобы я смог потом уже за какие-то деньги уже закупить новый товар. Поэтому прошлогодний товар будет по новой цене. И как бы так тоже говорят, что это не предел поднятия цен. Ну, все не так уж и плохо. Мы всегда найдем выход из положения. Так что, удачи всем. Увидимся с вами пренепременно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok